Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Откуда бы вы не настраивались на эту волну. Добро пожаловать на 69 серию шоу Скотта Риттера. Ситуация между Россией и Украиной становится все более сложной по мере того, как русские продвигаются вперед в наступлении, которая набирает обороты после победы России под Адьевкой несколько месяцев назад. Но теперь у нас появился новый сложный фактор. Конгресс США обнародовал законопроект о дополнительном финансировании в размере 60 миллиардов долларов. И десятки миллиардов долларов из этой суммы будут переведены на военную технику, которая будет отправлена в Украину. И это означает, что российская армия теперь столкнется с более хорошо вооруженным противником. Что это значит? Каковы последствия этого? Не приведет ли это к остановке российского наступления? Я не могу ответить на эти вопросы со своего наблюдательного пункта здесь, в Соединенных Штатах, за тысячи миль отсюда. Но сегодня мы имеем честь поговорить с человеком, который находится прямо на передовой в качестве репортера, чья работа заключается в том, чтобы отвечать на эти и другие вопросы. К нам присоединился Александр Сладков. Он опытный российский журналист с резюме, которое, мягко говоря, впечатляет. Он награжден двумя орденами мужества за героизм, проявленный при выполнении своей работы. Он также был награжден другими наградами за проявленный профессионализм, и для меня большая честь видеть его сегодня здесь. Добро пожаловать на шоу, Александр, и я надеюсь, что у вас все хорошо, и вы остаетесь в безопасности. Да, так что я остаюсь в безопасности, Скотт. Добрый день. Я сейчас в Москве. Я приехал домой на несколько дней. Я приехал всего три дня назад. Я работаю в Донецке, в Донецкой области. В это время я занимался Донецком, Клешовкой, и на данный момент я не имею никакого отношения к Парисе и ее сыну Арджи, а также к линии соприкосновения в Харькове. В то время как. На самом деле я больше знаком с делами в Донецке, и большое вам спасибо за ваше любезное представление. Конечно, это звучит несколько натянута. Я всего лишь обычный корреспондент, репортер, который просто выполняет свою работу. И, вероятно, я просто сторожил. Моя главная особенность в том, что я никогда не командовал большими батальонами. Что касается подстрекательства к мятежу, связанного с поставщиками военной техники, то это очень драматично. На самом деле это называется отвлечь противника, что означает, что вы выполняете некоторые маневры. И на данный момент Запад делает это превосходно, блестяще. Но мы должны помнить о военной машине, которую Запад самостоятельно создал в зоне особого военного положения. Это системная машина. И вы никак не можете напугать ее, вы можете разрушить ее или поставить в тупик. Конечно, когда враг хорошо вооружен, бороться с ним гораздо труднее. Но тогда у нас будут более крупные цели. Цели находятся на складах, на маршрутах, то есть в том, почему мы собираемся нанести удар. И мы будем использовать партизанскую войну. Это означает, что тыловой фронт должен быть отделен от линии фронта. И что удивительно, мы наносим очень точные удары и попадаем в цель с помощью самой первой брони. И сегодня мы празднуем нашу десятую годовщину. Импульс, который демонстрирует наше средство ведения огня, внезапно заставляет нас праздновать это. И это один из факторов, который может помешать противнику в полной мере использовать свои силы. Скотт, как у вас дела? Ну что же, большое вам спасибо. Прежде всего, спасибо вам за это. Я собираюсь углубиться в это всего лишь на секунду, но я не позволю вам, я не позволю вам преуменьшать ваши достижения и героизм, с которым вы были связаны. Я хочу, очень хочу, но если серьезно, то только что на Донбассе был убит ваш коллега, Симеон Роман из Известий. Это не та игра, в которую здесь играют. Это очень серьезная работа, которую вы выполняете. Очень опасная работа, которую вы выполняете. В честь Симеона, я полагаю, вы знали его. Не хотели бы вы поделиться с аудиторией какими-либо воспоминаниями о мистере Роумане, которые у вас остались? Это был очень высокий, очень худощавый и всегда очень трезвый человек. В каком-то смысле он больше походил на западного корреспондента, чем на российского. И он надевался с ног шибательно, и он надевал очень опрятную одежду, и даже его машины были очень шикарными, очень круто. И с самого начала нашего знакомства я старался держаться от него на расстоянии, потому что я считаю, что он немного высокомерный, и он бы не сможет реализовать себя на передовой. Потому что у него были очень модные брюки и машины, и это было очень круто. Так что это не напоминает вам человека, который мог бы быть равнодушен к этим современным удобствам и другим особенностям модной линии одежды. Потому что линия фронта всегда связана с грязью, с лякотью и страхом. Речь идет о том, чтобы постоянно думать о том, как избежать того, чтобы в конечном итоге стать инвалидом. Но мистер Ярамин оказался таким сильным. Я имею в виду профессионала, он был таким сильным. Он был силен духом и любовью к своей Родине. Он был удивительно мужественным человеком, который творил настоящие чудеса на передовой. Он описывал детально, он описывал во всех подробностях все, что с ним происходило. И я на сто процентов уверен, что если бы у него была возможность описать свои чувства, свои мысли в последнюю минуту жизни, он бы это сделал. Даже умирая, он бы описал то, что видел своими глазами. Мы посмотрим, какие записи сохранились в записях его последних секунд жизни. И вероятно, я был прав в том смысле, что то, что я только что описал, сейчас имеет место быть. Это очень печально, потерять коллегу, и это очень печально, потерять самого себя. Я имею в виду, что он был мужем, он был отцом, он оставил семью, и он покинул нацию, которая будет оплакивать его потерю. Так что большое вам спасибо за то, что поделились этими добрыми словами о Симеоне. Но вы сами были тем, кто уловил дух этого конфликта. Вы говорите, что делали репортажи о Донецке. У меня была возможность посетить Донецкую область в январе этого года. И вы знаете, я провел некоторое время в городе Мариупа и посмотрел на азовский киоск, посмотрел на руины города, посмотрел, как его восстанавливают. И я размышляю о том факте, что документальный фильм получил премию Оскар здесь, в Соединенных Штатах, 20 лет назад. Дни на фреске, и в ней рассказывается история, я бы сказал, с фальсифицированной точки зрения. Вы были в Мариале. Вы сняли несколько очень впечатляющих документальных фильмов об этой битве. Если говорить вкратце, как бы вы описали битву при Мариуполе? Это было описано как российское военное преступление, что русские жестоко обошлись с этим городом, что русские запугали население, что русские убили ни в чем не повинных гражданских лиц. Вы были там. Вы были очевидцем. Как бы вы описали это сражение? На самом деле, российские войска терроризировали людей. Они всегда сажали их в машины и отвозили в безопасные места. Они позволяли им, не оставляли их в покое. В том смысле, что они делились своей едой, они делились теплой одеждой со своими детьми. И они организовали настоящее спасение для всех тех, кто пострадал. Пострадал в Мариуполе. И, к сожалению, это то, что не приписывается украинским войскам. До того, как мы пришли в Мариуполь, в вооруженные силы Украины, украинские войска имели все необходимое для того, чтобы эвакуировать детей, женщин, старух. Предоставить им возможность остаться в лагерях для временно перемещенных лиц на территории, контролируемой киевским режимом. Но им не удалось организовать ни лагеря, ни подобный процесс. Было очевидно, что люди, которые жили в городе Мариуполе, занимали второе место в рейтинге по Киеву и Западной Украине. Когда мы вошли с солдатами в Мариуполь, люди были удивлены, что мы их приветствуем. У них широко раскрылись глаза, и они были совершенно шокированы тем, что солдаты, которые выглядели не очень опрятно, как вы могли видеть в фильмах, в кино они приветствовали каждого. Старик и все местные жители, с которыми они встречались. Люди были удивлены этим. А потом, когда солдаты несли их на руках и относили в безопасные места, это стало для них вторым сюрпризом. Для нас это наши люди, но для Украины это не киевляне и не жители Львова, Ужгорода, Иваны, Франковск, Чернобыль и Черновцы. Это наш народ, русский народ. И мы сделали все возможное, чтобы они получили необходимую пищу и воду и были в безопасности в первые минуты после нашего въезда в город. А затем, когда город был очищен, мы начали восстанавливать дома и приюты. И я был удивлен, как быстро это произошло. Вы знаете, когда я читал ваше резюме, вы писали о Донбассе, о Донецке с 2014 года. Вы были там с самого начала. Что вы можете сказать о разнице между Донецкими силами и российской армией? В 2022 году, когда началась специальная военная операция, этим двум силам пришлось научиться работать сообща. Были ли какие-либо проблемы? Были ли какие-либо трудности? Была ли разница в культуре, в отношении к делу, или это просто произошло естественным образом и все работало само по себе. На самом деле, вы нажали на педаль газа, на которую мы не привыкли нажимать, давая характеристики войскам, которые сражались против украинских войск в то время. Первая стадия. Я каким-то образом обрел своеобразие. На самом деле, я появился на сайте, где должна была появиться цитата всего за день до того, как она должна была появиться. И, кстати, я не провидец. Так что мне просто повезло. Мне повезло, как репортеру. И 22 февраля я прибыл в город Донецк, чтобы провести там свой отпуск, понимая, что я не могу пропустить самое важное. Я был в отеле, когда Андре Руденк мой друг позвонил мне в 4 часа утра. Это наш местный репортер. И он сказал, что началась война. И я не удержался от смеха. И я еще раз сказал, что мы сражаемся за некую высоту, которая называется Кики-Мороа, или какая-то дерзкая высота. И таким образом взвод противостоит взводу, верно? А теперь мы бомбим Киев и въезжаем в Харьков. И на самом деле у нас даже есть свои штурмовые отряды под Киевом. И я помню свои чувства в тот самый момент, потому что в тот момент мне было страшно. Мне стало страшно, потому что... Мне было страшно, потому что это не та самая первая война, которая начинается у меня на глазах. Мне было страшно, но я знал, что профессиональная армия придет на помощь и сделает все возможное, чтобы все было правильно. Утром я сообщил об этом командирам народного ополчения Донецка. Это местные жители, которые с оружием в руках будут защищать свою территорию, свой дом в течение восьми лет. Это донецкие войска, о которых вы говорили. И я сказал им, мои дорогие друзья, вы будете защищать перекрестки, магазины и самые уязвимые места, самые важные объекты. Магазины, шокс, а когда придут профессионалы, вы будете отодвинуты на задний план, и мы будем делать все вместо вас. Не волнуйтесь. И когда я увидел российские войска, которые прибыли для проведения специальной военной операции, я испугался во второй раз. Армия, даже лучшая армия мира мирного времени, никогда не будет лучшей армией военного времени, даже если это так. Русская армия. Эти люди были не очень уверены в том, что они делают. Не совсем уверены в своих движениях. они передвигались колоннами. И я вспомнил об этом, когда мы, например, посетили поселение Анадол. там, где украинские отряды потерпели поражение, там никого не было. И я помню разрушенные ИВС, украинские ИВС. И мы заглянули туда, чтобы что-нибудь спасти. И мы купили несколько старых портативных раций R-150 и пулеметы, гранатометы, боеприпасы. И мы купили несколько старых портативных раций А потом мы внезапно увидели, что колонна военной техники сгорает дотла. Я переходил от одной единицы техники к другой, и мои чувства были не очень тяжелыми, потому что это была наша военная техника, наши носители. Потом я увидел солдата, который сушил свои носки у костра рядом с бронетранспортером без гусениц, без гусениц. И я понял, что мы начинаем так, как обычно делаем. И я был удивлен, насколько быстрыми могут быть эти силы, которые не были обучены воевать, но которые способны выполнять маневры, проводить некоторые военные учения. Но никто не готов умереть немедленно. И сегодня эта военная машина со всеми ее механизмами работает. И когда я разговариваю с офицерами, старшими офицерами, я был удивлен тем, что они говорят. Они сказали бы, что в этом сезоне командир взвода будет заменен. Этого человека отправят в тыл фронта, а этого командира роты отправят в другой регион. Но ничего не изменится, потому что мы уже являемся надежной военной машиной. А что касается донецких военнослужащих, то они раньше были очень особенными и до сих пор остаются очень особенными. Они совсем другие. Потому что 1-й и 2-й армейские корпуса Донецка это люди, которые сразу показали, что они могут умереть. Они готовы умереть. И им есть что сказать. Умри за это. И они готовы пожертвовать всем ради победы, потому что они ждали довольно долго, в течение длительного периода времени, пока мы не перешли в наступление и не начали сражаться всерьез. И они доказали, что это были не просто слова. А затем началась эпоха железных шлемов. И вы, вероятно, знаете, что трупы, например, состояли из артистов Донецкой оперы. Например, вчера он играл на скрипке, а сейчас он оператор пулемета. А я стрелял. Я был на передовой с группой экскурсоводов из музея. Это те люди, которые будут проводить экскурсии с указателями, рассказывающими о последних войнах. Но сегодня они будут штурмовать окопы противника, будут выполнять красивые манёвры и будут стрелять из пулемётов. И, например, они будут использовать другие пулемёты. X-17 для, например. И все эти четыре слова означают одно и то же. И они совершали благородные поступки. Однажды заместителю командира батальона сказали, «Пойди и выбери восемь человек из этой толпы». У вас есть три дня, и это должна быть штурмовая группа, и вы действительно поведёте их в город Маринка. И замкомбата был уделен. И замкомбата был уделен. И замкомбата был уделен. И замкомбата был уделен. И командир полка были удивлены. Он сказал, что сейчас он похоронен на тамошнем кладбище. Он сказал, не волнуйтесь. Это учёные. Все они доктора наук. Все они профессора и доценты. Но среди них есть и люди огромного мужества. И это были профессора из Донецка. А это были ассистенты и доценты из Донецка. И они будут штурмовать окопы к каждой траншею точно так же, как они штурмовали гоночную утку. Донецка очень похожа на североамериканских индейцев. Они никогда не выражали своего удивления и не выражали никаких надежд. Поэтому, как только Зеленский был избран, я сказал, хорошо, мы подождём и посмотрим. Когда началась война, они сказали, мы сделаем то, что необходимо. И они сидят рядом со своим вигвамом, который называется «Лётчики Донбасса». И они ждут, прежде чем действительно смогут преодолеть препятствия. Но самое главное, они умеют ненавидеть с холодным сердцем и помнят всё. Это очень опасные люди для Украины. И это лучшее приобретение для нашего народа. Что же, спасибо вам за это. Я имею в виду, что это даёт западному зрителю уникальное представление о сложности и человечности людей, занимающихся этим подонком. Вы знаете эти российские войска, которые вошли, эти профессионалы, которые действовали, возможно, не совсем профессионально на ранних этапах? Позже к ним присоединились 300 мобилизованных военнослужащих, а затем добровольцы и дополнительные солдаты-контрактники. Каково качество российской армии сегодня? Когда вы смотрите на российскую армию, которая воюет в Донецке, это та же самая армия, с которой вы впервые столкнулись в феврале 2022 года. Или украинцы утверждают, что мобилизованным войскам не хватало духа сражаться? Они утверждают, что добровольцы воюют только за деньги, а не за свою страну, и что российской армии не хватает воли к победе. Каково ваше впечатление о российской армии сегодня? Правда ли что-нибудь из этого? Или как вы видите российскую армию? Я должен сказать несколько слов, которых заслуживает враг. Перед нами очень сильный враг. И вероятно, такого еще не было с тех времен, когда мы сражались с нацистскими войсками. Это тот враг, который способен умереть и сражаться до последнего патрона. И они никогда не показывают, что они слабости. Я разговариваю с подполковником, героем Украины, который был взят в плен. Его зовут Бова. Сейчас он командир бригады. Он сказал, что у нас самая сильная армия в мире. Он имел в виду украинские войска. Он сказал, что мы можем противостоять даже России. И я спросил, а каково же тогда наше место в вашем рейтинге? Сегодня ход войны меняется каждый месяц. Характер войны меняется каждый месяц. Прежде чем мы поговорим о беспилотных летательных аппаратах, мы поговорим о пак и разведывательных беспилотниках. А потом все это кануло в лету. Байрактары сейчас выглядят как что-то из прошлого. И внезапно небольшая заминка, которую может предпринять любой солдат, может остановить все наступление. Просто для примера, как это произошло под Работино и Вербово. 70% нашего успеха было достигнуто благодаря беспилотникам. Мы все время думали, что на поле боя все будет зависеть от терпения наших солдат. Но оказалось, что техническая составляющая стала основой, которая теперь объединяет весь наш военный потенциал. Но выяснилось, что существует противоречие между советской школой и школой НАТО. А советская школа — это современная российская школа. И украинские солдаты, взятые в плен, сожалеют, что не могут овладеть западным военным мышлением. Не потому, что теория плоха, ни в коем случае, а потому, что система технического обслуживания и снабжения должна быть такой, какую должно обеспечивать НАТО. А у нашего врага ее нет, у него нет такой поддержки. Российские войска, вторгшиеся в страну, вернулись к классическим книгам. Потому что без классической теории, импровизация — это просто повод. И мы больше не ссылаемся на тот факт, что мы должны действовать так или эдак в контексте современной войны. Сегодня все военное мышление мобилизовано и определяется нашим историческим опытом. В то время как возможные варианты включают импровизацию, когда новая разведка подразумевает новые средства связи, новое оборудование и стрельбу. Это всего лишь варианты, и не более того. Например, я был уверен, что мы больше не сможем использовать танковые армии, объединяющие огромные силы на определенном направлении. И я подумал, что нам придется использовать равнинный путь вдоль всей линии фронта, не концентрируясь для нанесения удара здесь, там или там. Не концентрируясь для удара. Но именно это мы и делаем. У нас есть необходимый потенциал для оказания давления в Париже, в районе Харькова, чтобы добиться успеха в основном в Донецкой области. И теперь я продолжаю думать, есть ли у нас удаленная система противовоздушной обороны и, например, система радиоразведки, которая была бы способна защитить наши танковые или пехотные армии. Почему бы нам не использовать эти армии для того, чтобы прорвать линию фронта и прорваться сквозь ряды и попасть на территорию свободную от мин, без противотанковых траншей и рвов, где сейчас находятся так называемые «зубы дракона»? Таким образом мы сможем прорваться, и тогда у нас будет свобода маневра, и мы сможем пересечь поля с танками и другими средствами наступления. Такое тоже возможно. Это вполне возможно. Сегодня российская армия — это машина. И мы не забываем, что у нас есть все необходимое для победы. Даже если нам придется пожертвовать тем, без чего мы не можем жить. Нам не нужно, чтобы Россию ставили на колени. Зачем нам нужен весь мир, если мы и так живем на коленях? Так вот, нам это не нужно. Мы этого не хотим. Вот почему нам придется бороться до самого конца. Что же, большое вам спасибо. Вы знакомы с Будановым? Нет, я имею в виду Арестовича, бывшего советника Зеленского. Недавно он сказал кое-что, что показалось мне очень интересным. Он сказал, что в России 40-летние мужчины бегут к врачам, в больнице не для того, чтобы получить оправдание не идти на войну, а для того, чтобы вылечиться от медицинских проблем, которые мешают им вступить в армию. Это 40-летние мужчины, у которых есть семьи и работа, которые платят свои собственные деньги за то, чтобы их вылечили от любой болезни, которая у них есть, чтобы они могли добровольно участвовать в этой специальной военной операции. Когда я был в России в мае прошлого года, а затем снова в январе этого года, я был поражен патриотизмом русского народа, тем, как сильно он любит Россию, и как сильно поддерживает этот конфликт. Каково ваше мнение? Я имею в виду, что вы русский, вы были на передовой и сегодня находитесь в Москве. Стоит ли русский народ за этой войной? Собираются ли они сделать все необходимое, чтобы выиграть эту войну? Или есть шанс, что Запад сможет утомить их, измотать и заставить согласиться на меньшее, чем победа в этой войне? Что вы думаете о русском народе, российской нации, когда речь заходит о специальной военной операции? Вчера я разговаривал с Юрием Шаманином. Я разговаривал с Юрием Шаманином. Это человек, которому 80 лет. И он преподает теннис подросткам и детям. Ему 80 лет. И мой покойный отец играл с ним в хоккей в одной команде в военно-воздушной академии. И вчера он был возмущен тем, что ему не предложили стать волонтером. Однажды я пришел на курс Паратропуса, 278-й курс. И я сказал, что этот солдат, стреляющий из автомата Калашникова, не принимает положения для уверенной стрельбы с колена, сто рележа. Таким образом он стрелял хорошо, но меняет свое положение не очень уверенно. И мне сказали, что этому новичку 63 года, и его суставы не привыкли к такой нагрузке. И он пожаловался, что он из Сибири, а в Сибири ему не предлагали вступить в ряды, пока он не пришел к военнослужащему и не сделал 20 подтягиваний. В одном из добровольческих отрядов меня представили взводу кардиотренировок. Да, они были пенсионерами, а эти, так сказать, офицерами разведки. Вот что я могу вам сказать, я только что понял это. Наше достижение — это наша молодежь. Молодые люди — это наше самое большое достижение. Это те молодые люди, которым есть чем пожертвовать, что потерять. Они выросли с гаджетами. Они выросли в Макдоналдс, где привыкли к легкой городской жизни. Они были воспитаны на идеях единомышленников. Но оказалось, что все они могли бы стать солдатами. Они могли бы быть признаны солдатами. Если люди в России почувствуют, что настало время для последней битвы, там сегодня на самом деле добровольцы нападают на офицеров-вербовщиков. И мы на самом деле набираем добровольцев по 40 человек в месяц каждый месяц. И я думаю, что до города дойдет, что мы вряд ли будем вооружать людей, которые добровольно вступают в ряды армии, чтобы сражаться. И, конечно, это не то, чего я хочу, но Европе это тоже не понравится. Нет, я думаю, что это крайне важно, и одна из причин, по которой я веду эту программу и общаюсь с такими людьми, как вы, заключается в том, чтобы рассказать западной аудитории о реалиях России и мира в целом, чтобы они могли принимать более взвешенные решения о том, что они хотят делать. Лично я считаю, что лучше жить в мире с Россией, чем воевать с ней. Но если вы собираетесь воевать с Россией, вам следует по крайней мере честно объяснить, почему вы это делаете и с кем воюете. И сегодня мы не знаем, почему мы воюем с Россией, и мы ничего не знаем о русском народе, о русском характере. И это просто воплощение глупости. Вот почему так важно поговорить с вами. Вы знаете, в Америке нам сообщили, что волшебное оружие вот-вот прибудет в Украину, и что украинская армия теперь сможет переломить ситуацию. Вы были там с самого начала. Вы видели, как был представлен танк Леопард, как появился танк Абрамс. Вы видели, как появился танк Хаймарс. Вы видели, как появился артиллерийский комплекс «Цезарь», артиллерийский комплекс М-777. Все чудо-оружие Запада было предоставлено Украине. Считаете ли вы, что, предоставив Украине ракету АТЭКом, предоставив Украине истребители В-16, этого будет достаточно, чтобы победить российскую армию? Скотт, я не знаю, известно ли вам об этом или нет. Я написал книгу американской армии, как все это происходит. Я работал в Пентагоне, я работал в Форт-Джексоне, я работал в Вестпойнте, я работал во многих других местах. Я жил на военной базе «Баграм» вместе с американскими военными и участвовал в некоторых миссиях. Моему репортеру повезло, и я до сих пор помню, от каких глистов меня лечили американские военные. Полковник Скавета, я помню сержанта Берта из отдела вербовки. Это те командиры из Джексона Форда и полковник Ван Дакара. Так что я не понимаю, зачем нам нужна такая конфронтация, такое противостояние. Но вы помогли России вспомнить, кто мы такие. Мы не хотим никого бить по лицу. Но если нам придется это сделать, мы сделаем это с большим удовольствием. А что касается иностранных танков? Я помню, с какой радостью и восхищением я передвигал со стволом автомата Калашникова вещи убитых украинских солдат, которые могли бы получить немного еды, документы, броню в российской армии. Один из них украинского происхождения, а другой — с Алтая. Они должны были взять эти экзотические для нас вещи, и они не поклонялись ни Брэдли, ни Абрамсу. У нас нет чувства совы, хотя мы понимаем, что это большие батальоны. Ну что же, вооруженные силы никогда не бывают смешными, а Соединенные Штаты — это настоящая сила. Запад — это настоящая сила. И мы не настолько глупы, чтобы верить в то, что враг глуп, неразумен и слаб. Но вы втянули нас в войну, к которой мы привыкли, со времен князя Игоря, со времен Сварова. Нас обманули. Нам сказали, что войны нет, что она где-то очень далеко. И теперь каждый мужчина в России видит, как просыпаются новобранец и боец. Это пугает Европу. Мы не хотим тушить наши сигареты на руинах Капитал-Хилл. Это не то, о чем мы мечтаем. Но почему, собственно, вы это делаете? Теперь мы должны как-то распорядиться этой энергией и положить этому конец, когда французы говорят, что мы боимся, что Россия начнет наступление. Так вот, пусть они возьмут и измерят, сколько километров от Москвы до Парижа. Мы с удивлением слышим, что готовы вторгнуться в Европу. И мы с удивлением видим, что украинцы делают со своей собственной страной, которая была великой страной. Культура — это то, что мы понимаем. Курортные места прекрасны, очень дешевый отдых, не с точки зрения услуг, а с точки зрения цены на отдых, вот так. Так вот, это люди, которые очень хорошо понимают друг друга, которые говорят на языке, понятном нам. В Украине песни близки нашему сердцу. Но что они сделали со своей страной? Раньше они запускали космические ракеты. Они многое сделали для открытия космоса, для авиации. Так что я не понимаю, что у них на уме. Мы не хотим войны, но оказалось, что война — это комфортное состояние для России. И чем дольше тянется эта война, тем лучше мы вписываемся в ситуацию, к которой привыкли. Но почему? Я хочу вас очень поблагодарить. У меня есть к вам последний вопрос, но я благодарю вас за то, что вы уделили мне время. Прежде всего, я также хочу сказать, что я приеду в Россию. Скотт. Скотт, могу я сказать пару слов? Совсем недавно я познакомился с одним американцем, и я не буду называть вам его имени. И он подарил мне свою книгу. Я открыл эту книгу, и в самой первой строке было написано, что Америка — враг России. Именно об этом говорилось в первой строке. И я сказал, что вы американец. Как вы можете так писать о своей собственной стране? Но это же... Это неестественно. Это противоестественно. А вы, Скотт, никогда не говорили ничего плохого об Америке, но тем не менее вы знаете, насколько вы популярны в России. Я хочу, чтобы вы знали, насколько вы популярны в России. Нам не нужны никакие дешевые компании по связям с общественностью, ни идеологические, ни материальные. Мы готовы заводить друзей, и мы можем ими быть. Большое вам спасибо. Все хорошо. Спасибо вам. Я с нетерпением жду встречи с вами когда-нибудь. Я буду в России. Я надеюсь, что смогу выпить стаканчик другой с вами и ребятами. Это было захватывающе, это было удовольствие, это была честь поговорить с Александром Сладковым, журналистом-ветераном, человеком, обладающим огромным опытом. И сегодня нам посчастливилось услышать от него кое-что из своей истории, истории Донбасса, а также некоторые из его чрезвычайно ценных идей. Если вы хотите узнать больше о России, вам нужно поговорить с русскими. И сегодня мы беседуем с одним из величайших российских журналистов современности, Александром Сладковым. Девиз этого шоу — знание, сила, и сегодня вы, безусловно, обладаете большими полномочиями. Еще раз, эпизод 69. Я с нетерпением жду встречи с вами на следующей неделе, эпизод 70. А пока желаю вам отличной недели. Позвоните мне, напишите смс.